Всем доброго здоровичка! Решил снять видео о том, как при помощи обычных подручных средств можно разбивать вот такой вот цельный грецкий орех и получать в конечном результате вот такие вот половинки, которые еще называют бабочки. Я думаю, видео будет особенно интересно тем, кто хочет продавать вот такие вот половинки грецкого ореха, потому что они в разы стоят дороже, нежели цельный орех. Разбивать орехи я буду на обычной кухонной столешнице. На эту столешницу я кладу сложенные в несколько слоев обычные кухонные вафельные полотенцы. В идеале на это полотенце положить какую-то металлическую чурку, металлический брусок или кусок рельсы, но у меня такого нет, поэтому я ограничусь только полотенцем. Дальше необходим обычный молоток. Я специально взял самый какой-то захудалый у себя на хозяйстве. Обычный молоток, который вот болтается. В идеале, если для вас разбивание орехов будет бизнес, вот эту часть молотка, а именно этой частью я буду колоть орехи, нужно заточить, то есть в острый угол. То есть просто сточить до такой степени, чтобы сделать было острое лезвие. Я думаю, что я ни для кого не открою Америку, если я расскажу, что грецкий орех состоит из двух половинок. Шов соединения этих половинок, вот, такой темный, его заметно. Внутри орех расположен вот так. То есть перпендикулярно соединению. Поэтому, чтобы получить половинки ореха, нужно бить, нужно бить вот по этой части. То есть перпендикулярно месту соединения. Сейчас вот покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы показать все наглядно, для эксперимента я взял 10 орехов и перед вами, перед камерой их все разбил. Для начала, два ореха я сразу отбраковываю. Потому что вот здесь один орех полностью внутри, какое-то черное зерно. И вот еще один орех, внутри у него завелся какой-то жучок. Ну, я попробую их тоже достать, но эти два ореха я сразу отбраковываю. На первом этапе орех разбивается. На втором этапе орех нужно достать. Очень хорошо, когда орех имеет тонкую скорлупу, ее можно просто раздавить. Если орех вам попался не такой податливый, нужно использовать какие-то подручные средства. Например, можно использовать специально вогнутую отвертку. Или вот я, как я, использую нож. Но нож, я вам скажу, что это не идеальный вариант. И теперь при помощи этого ножа нужно выковырить, подковырнуть внутри орешек. Вот. Пожалуйста. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... В конечном результате что у меня получается? Из 10 орехов 2 я забраковал, потому что в одном не было ядра вообще, а во втором завелись букашки, но я все-таки достал, извлек ядро, но оно не считается. Итак, осталось 8 орехов. Из 8 орехов мне удалось достать идеальными бабочками 1, 2, 3, 4, 5. 5 орехов. Дальше 6 орехов. Вот такой. 7 орехов. Вот такой. И вот 8 орехов. То есть получается выход в процентном соотношении нужно посчитать, но опять же все зависит от того, какой орех, какая скорлупа. Опять же зависит от умения, то есть набить нужно руку. В современном опыт приходит, и я думаю выход вот таких цельных бабочек становится больше. И еще один совет. Если у вас орех плохо бьется, очень прочная скорлупа, скорее всего она пересушена. Для этого нужно замочить на полдня орехи в воде и потом уже заниматься колкой. Естественно, после того, как орехи будут разбиты, бабочки нужно еще раз просушить, потому что они будут влажные. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.